Поставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. Однажды малютку осьминога похитили люди. И теперь эта бедняжка живет в обычном аквариуме. Давайте-ка мы сегодня поможем нашему осьминожке отсюда выбраться в игрушке под названием Кракен. И что же, давайте тогда приступать. У нас имеется вот такое щупальце. И что нам надо сделать? Неужели скушать вот этот кусочек пиццы? Мы слопали этот кусок пиццы и, в принципе, прошли уровень. Воу, а мы, кстати, тут не одни. Тут у нас имеется еще вот такой прикольненький крабик. Воу, привет, крабик. Давайте-ка мы с ним поздороваемся и... Вы это видели, друзья? Что-то, мне кажется, крабик против нас настроен очень даже серьезно. Вы просто посмотрите на его взгляд. Ладно, хорошо. Кушаем еще один кусочек пиццы. И, конечно же, сразу же приступаем к следующему уровню. Мне кажется, друзья, я понял, почему наш Кракен кушает пиццу. Он, наверное, набирается сил, чтобы сбежать отсюда. Наверное, друзья, все-таки так и есть. Воу, ничего себе. Капец, я только что был очень близко к этой бомбочке. Но все-таки мы вместе с вами ее прошли. Ладно, окей. Следующий уровень. Тут у нас вообще, друзья, смотрите, очень и очень много вот этих различных бомб. И еще и в придачу у нас вот этот, опять-таки, крабик. Почему он следит за нами? Смотрите, вот только я начинаю наши щупальца вниз опускать, и он тоже на них смотрел. Это, конечно, как-то очень странно. Ну и в итоге, смотрите, друзья, нам игрушка предлагает бонусный уровень. Что, пойдем? Давайте-ка, естественно, попробуем пройти его. Тут у нас имеются вот такие какие-то ключики. И, естественно, сундучок. Давайте-ка тогда сейчас мы вот эти все ключики соберем вместе с вами. И откроем сундук. Может быть, нам за него дадут какие-нибудь монеточки. Может быть, еще что-нибудь новенькое, интересненькое отсюда выпадет. Вот, смотрите, все, я собрал три все вот эти ключика. И, естественно, дотронулся до нашего сундука. В принципе, у нас уже имеется в целом 500 монеток. Давайте-ка посмотрим, на что их вообще можно потратить. Вот, в принципе, у меня теперь имеется какая-то вот такая штучка. А, это хиракия. Ничего себе. Вот, это, конечно, круто теперь выглядит наш осьминог. Окей. Давайте тогда сейчас будем, естественно, таким осьминогом-панком проходить данный уровень. Вы просто посмотрите, какая жесть тут творится. Куча различных крабиков и, естественно, мин. Но, слава богу, мы вместе с вами прошли этот уровень. И в итоге, смотрите. Наш осьминог запланировал все-таки побег. Попал в канализацию. И теперь, опять-таки, не понимает, где он находится. Ладно, осьминог, мы с тобой все, наверное, беды пройдем. Главное, естественно, нам аккуратненько все это дело делать. О, смотрите. Нам что, тут надо в трубу, что ли, заболзать? Смотрите, вроде бы не получается. Ну, ладно, окей. Сейчас мы будем обходить эту трубу. Ну, и, в принципе, это был правильный шаг. Мы, опять-таки, вместе с вами нашли пиццу. И приступаем сразу же к следующему уровню. Блин, даже в канализации, друзья, у нас откуда-то появились дурацкие крабики. Да что ж это такое-то? Интересно, а кусается он этой клешней? Ну, смотрите, в принципе, он не кусается. И это очень даже хорошо. Ладно, окей. Не будем мы больше его мучить. У него и так такой, ребята, очень странный вид. Мы лучше возьмем, конечно же, и слопаем еще очередной кусочек пиццы. Я думаю, то, что в скором времени мы пройдем локацию с канализацией. И уже, наконец-таки, вместе с вами выберемся на наше старое доброе море. Вот там, мне кажется, будет уровень очень-очень даже интересный. Ну, а пока что мы, естественно, аккуратненько проходим все вот эти мины. Ну, и, естественно, идем к нашему кусочку пиццы. Вот он как раз-таки, друзья, нас ждет. Воу, ну это просто капец! Каждый уровень становится все сложнее и сложнее. И надо, друзья, очень и очень аккуратненько, естественно, проходить вот эти невзгоды. Ну, и сейчас мы вместе с вами аккуратненько вот эту штучку проходим. И, конечно же, получаем кусочек пиццы. Вот, смотрите, нам опять-таки предлагают бонусный уровень и давайте же, конечно же, его пройдем. Потому что за него нам дадут какой-то такой скафандр, что-то в этом духе. Ладно, окей, один ключик у нас имеется. Идем тогда, естественно, брать второй. Вот, друзья, замечательно. И осталось нам взять последний финальный ключик. Вот как раз-таки он здесь и располагается. Поэтому сейчас мы, естественно, его возьмем. И осталось нам просто, тупо, друзья, взять и вернуться за нашей наградой. Именно открыть вот этот сундучок. Иди-ка сюда, дружочек. И все, друзья, замечательно. Прошли мы этот уровень. И давайте-ка вместе с вами мы уже наденем вот такой скафандр. Ого, у нас вообще, получается, наш осьминог похож уже на какого-то пришельца. Ладно, хорошо. Будем думать то, что это пришелец, который хочет сбежать с этой планеты. Главное, ему, естественно, друзья, хорошо помочь. Потому что он, видимо, очень сильно голоден. Везде он кушает эти дурацкие кусочки пиццы. Ладно, хорошо. Мы, друзья, практически добрались. Вот уже кусочек пиццы. И, конечно же, мы, опять-таки, вместе с вами его слопали. Все, замечательно. Наш осьминог, друзья, сообразил, куда идти. И в итоге он попал в какое-то очень плохое место. Потому что там, друзья, вот такие крокодилы. Вот это жесть, ребятоньки. Окей. Будем тогда сейчас проходить, естественно, и вот эту локацию. Очень даже аккуратно. Потому что, смотрите, крокодилы, мне кажется, очень и очень даже у нас опасны. Тут еще есть вот эти различные останки. Но нам надо кушать вот такие креветки. Потому что они самые тут чистенькие животные персонажи, которые вообще тут имеются. Поэтому, опа-на. Кушаем еще одну креветочку. И в скором времени мы, наконец-таки, выберемся из этой дыры, друзья. Потому что тут, на самом деле, очень и очень даже грязно. Мне это не нравится. Ну, слушайте, пока что мы очень и очень даже хорошо проходим все вот эти уровни. И в итоге, опять-таки, наш кракен куда-то, друзья, путешествует. Да, смотрите. Он, наконец-таки, на свободе. Ура. Вот это вообще, друзья, очень даже четко. Потому что сейчас мы находимся в его стихии. То есть, в океане. Вот это, на самом деле, друзья, очень и очень даже прикольно. Надеюсь, то, что в скором времени наш вот этот осьминожек, естественно, подрастет. И станет уже большим-большим, естественно, кракеном. Кстати, я только сейчас заметил, какие тут у нас крабики. У них очень даже прикольненькие усы. И выглядят они реально очень и очень даже весело. Ладно, хорошо. Проходим, опять-таки, очередные уровни наши. И давайте-ка мы вместе с вами, друзья, после этого левела, попробуем зайти в магазин. Потому что, в принципе, у меня уже имеется 2100 монеток. И мы до сих пор ничего не можем купить. Поэтому мы давайте-ка, наверное, текстуру какую-то сменим. Не знаю, что это такое. Давайте-ка тогда на рандом, естественно, выберем ее. И в итоге теперь у нас какая-то вот такая текстура имеется. Только, что поменялось, друзья? Я, честно говоря, вообще, друзья, ничего не вижу. Ну ладно, окей. Продолжаем тогда. Естественно, опять-таки, охотиться на наших рыбок. Вот она как раз-таки, друзья, нас ждет. И в итоге приступаем к следующему уровню. Воу, ничего себе. Тут нас пытается поймать вот такой пират на удочку. И мы, кажется, его поймали. Давайте-ка тогда сейчас мы вместе с вами будем над ним издеваться. Вот, смотрите, как раз-таки этот паренек стоит. Ну-ка, иди-ка сюда, дружочек. И в итоге есть, друзья. Все, отличненько. От нашего, получается, людишки. Там, наверное, уже и ничего не осталось. Воу, ничего себе. Тут нас, смотрите, какие черепашечки появились. Хорошо. Мы их вот так, естественно, тоже аккуратненько обходим. И, опять-таки, доходим до нашего человечка. Давайте-ка, друзья, попробуем еще разочек открыть что-нибудь в нашем магазине. Вот что это нам выпадает? Аааа, ничего себе. Смотрите, друзья. Это действительно скин нашего, получается, Кракена. И теперь он у нас такой джинсовый, что ли, получается, да? Ладно, окей. Джинсовый Кракен, естественно, взял и слопал вот этого человечка. Замечательно, друзья. У нас тут опять, кстати, какие-то новые персонажи появились. Только не знаю, что это такое. Но они тоже имеют вот такие клешни. И тоже, конечно же, нас могут слопать. Нам, конечно же, друзья, это не надо. Давайте-ка мы вместе с вами лучше попробуем еще что-нибудь открыть. Вот, смотрите, допустим, примерим вот такую, естественно, кожу. И теперь у нас Кракен вообще выглядит очень-очень даже, друзья, странно. Начинаем аккуратненько, естественно, пробираться и лопать нашего паренька. Вот, просто тупо взяли, опять-таки, за голову его и ухватили. Оу, ничего себе. Мы, друзья, опять-таки, куда-то путешествуем. Нас опять кажется, кто-то поймал. Да, пираты тут, конечно, очень-очень, друзья, злые и агрессивные. Поэтому давайте-ка мы вместе с вами, конечно же, возьмем и слопаем вот этого капитана пирата. Вот это, конечно, очень-очень даже, друзья, четенько. Начинаем, естественно, делать уже второй заход. Тут у нас уже начинаются появляться вот эти дурацкие крабики, которые нам мешают. Но, в принципе, мы, осьминожки, очень даже хорошие и слезкие. И именно поэтому мы возьмем сейчас и, конечно же, пройдем, несмотря ни на что. Вот, опять-таки, мы уже, друзья, выбрались вместе с вами. И, конечно же, идем фигачить вот этого дурацкого капитана. Оу, смотрите, ничего себе. Тут такой же кракен сидит. Вот это да. Давайте-ка тогда сейчас мы вместе с вами спасем нашего сородича. Только сейчас я впервые увидел в этой игре то, что есть тут такие же все-таки персонажи, как и мы. Поэтому давайте сейчас мы тогда, естественно, за него дотронемся и спасем нашего дружбана. Все? Замечательно. Теперь он тоже свободен. И мы, смотрите, друзья, нашли еще больше наших заложников. И теперь мы должны их, друзья, обязательно спасти. Но это, друзья, будет в следующих сериях, если вам, конечно, понравилась эта игрушка. Ну, а чтобы следующая серия вышла быстрее, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну, и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Если на этом ролике наберется 5000, я сразу же для вас выпущу следующую часть. Ну, а с вами был Илюша и игрушка под названием Кракен. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok